Полгода подготовки и масса самодельного реквизита. Корыто, трон, скипетр, держава и многое другое. Все это понадобилось ученикам 2-го Г-класса, многопрофильного лицея номер один и их классному руководителю, чтобы снять театральную постановку известной сказки «Вовка в 39-м царстве». На премьерном показе побывала и наша съемочная группа. Классный руководитель 2-го Г-класса, многопрофильного лицея номер один. По совместительству режиссер-постановщик. Начинающие актеры, а также их родители заметно волнуются. До премьерного показа театральной постановки по мотивам известной сказки «Вовка в 39-м царстве» остались считанные минуты. Я очень жду этого, эту премьеру. Я думаю, что будет интересно. Я думаю, что будет сказка увлекательная, красивая и реалистичная. Еще я думаю, что она будет захватывающая, ну, чуть-чуть волнуюсь. Над театральной постановкой сказки «Вовка в 39-м царстве» ученики 2-го Г под чутким присмотром своего классного руководителя трудились около полугода. Репетиции проходили раз в неделю в рамках внеурочной деятельности «Час общения». Сначала мы разучили роли, потом накладывали интонацию, движения, жесты, подключали реквизит. Родители тоже достаточно быстро откликнулись, поддержали нас во всех начинаниях. Пока дети учили роли, родители взяли на себя оформление спектакля. Кто-то шил костюмы, кто-то мастерил необходимые атрибуты – скипетр для царя, топор для стражи. Папа Максима Соловьева взялся за изготовление, пожалуй, самого сложного и реалистичного инвентаря для спектакля – деревянного корыта. Папу у нас сказали сделать, он сделал. Взял досочки, все, сделал, вырезал. За три дня? За три дня. Семья Муксиновых целую неделю трудилась над изготовлением аналога русской печки для спектакля. В итоге, сами от себя не ожидая, создали сложное инженерное сооружение. Папа у нас из коробок сделал каркас печки, потом он думал, как это все будет крепиться на ребенка, закрепил изнутри лямки. Затем они ее обклеили белой бумагой вместе с Тимуром, а мне досталась уже работа раскрашивать печку. Все краски, какие были в доме, мы извели на эту печку. Здрасте. Путь сделан! Да нет, нет! На порог! А, ясно! Эмиль Оглюнин и Максим Соловьев в сказке исполнили роли двоих злорца. Мальчишки хоть и не одинаково с лица, но говорить синхронно пришлось научиться. Ага! Сказка для постановки выбрана не случайно, рассказала Ксения Вишневская. Во-первых, она очень зрелищная. Во-вторых, несет в себе воспитательный момент. На примере Вовки из Тридевятого царства ребята должны понять главное. На чудо надейся, но сам не плашай. ПОЗАБОТАЕМ НЕПЛОХО, РАССЧИТАЕМ ЗА УРОК, СКОЛЬКО НАДО ШЛАКОБЛОКОВ, ЧТОБ ДВОРЕЦ ПОСТРОИТЬ СРОК. Первый опыт экранизированных театральных постановок в рамках внеурочной деятельности многопрофильного лицея номер один можно считать успешным. Все прошло без сучка, без задоринки. Наверное, так не бывает, но у нас получилось. Как знать, может спустя какое-то время нынешние второклассники под руководством Ксении Вишневской замахнутся на классику и снимут уже настоящий фильм. Во всяком случае, азарт и талант у них для этого точно есть. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ.